Телекомпания НТВ представляет К трехсотлетию основания Российской империи К трехсотлетию основания Санкт-Петербурга Убийством Павла I в ночь с 11 на 12 марта 1801 года кончается политическое 18 столетие то последний дворцовый переворот в России совершенное в Михайловском замке преступление будет тяготить все четвертьвековое царствование Александра I В первом своем указе о восшествии на престол Александр покрывает убийц отца сообщая, что император Павел скончался от апоплексического удара вроде бы скорбящий сын он должен клясться в верности делу отца но нет, Александр прямо указывает на цель заговора обещая править по закону и сердцу бабки нашей Екатерины Великой после сына убийц Ивана Грозного и Петра I после мужа убийцы Екатерины II на русском престоле отца убийца Александр I убитые Субтитры создавал DimaTorzok Первые годы нового царствования описывают поэтические восклицания, самые известные строки Пушкина «Дней Александровых, прекрасное начало». Молодой государь разом восстанавливает на службе 12 тысяч опальных офицеров и чиновников, упраздняет тайную канцелярию, разрешает выезд за границу. Самый пригожий российский император, высокий, стройный, не в пример своему родителю, с чарующей улыбкой на ангельском лице, Александр, гуляя на бульваре, вызывает всеобщий восторг. Профессор Ключевский, продолжительное напряжение нервов от страха разрешало с обильными слезами умиления. Можно выписывать заграничную прессу, а для своей установили самый свободный цензурный устав в отечественной истории, объявлено амнистия всем политзаключенным. Всех политических преступников содержали здесь, в Петропавловской крепости. И вроде бы один из них, выходя на волю, написал на ее воротах «Свободно от постоя», в смысле, что русская бастилия опустела. И вроде бы Александр, узнав об этом, ответил «Желательно, чтоб навсегда». Из своих молодых друзей, отпусков лучших родов, Кочубея, Строганова, Новосильцева, Чарторыйского, Александр образовал негласный комитет под собственным председательством. В зимнем, за кофеем, готовили план государственных реформ. Говорили о неприкосновенности личности и даже об отмене крепостного права. Учредили министерство вместо коллегий, реформировали сенат и создали систему образования, открыв четыре новых университета. По закону о вольных хлебопашцах, в Александровское время освободилось полпроцента крепостного населения. Князь Чарторыйский. Император охотно согласился бы, чтобы каждый был свободен, лишь бы все добровольно исполняли одну только его волю. От неподъемно тяжких российских проблем зовет к себе путанная европейская политика. Александр мечтает о международной славе Екатерины Великой. Еще в ночь убийства Павла Александр приказывает вернуть с полдороги казачьи полки, посланные воевать в Индии, в британской колонии. С Англией заключен дружеский договор, с Францией мирный, но Наполеон готовится к новой войне, а Англия снаряжает новую антинаполеоновскую коалицию. Ее главной силой будет Россия. В Париже раскрыт заговор. Роялисты собирались свергнуть Наполеона и опять посадить на трон бурбонов. Отряд французских драгун похищает герцога Энгиенского. Тот вовсе не претендовал на власть, но из всех представителей свергнутой династии жил ближе всех к границе, всего в четырех верстах, в немецком княжестве Баден. Демонстрируя якобинскую жестокость, герцога расстреляли. Наполеон Бонапарт. Я – французская революция. Акции устрашения особо возмущены в России о плоти монархизма. Часть своей миграции герцог Энгиенский провел в Петербурге, а жена Александра I – русская императрица Елизавета Алексеевна, урожденная принцесса Баденская. В семидневный официальный траур Наполеон объявлен разбойником. В католическом соборе святой Екатерины на Невском проспекте православный царь во главе императорской фамилии стоит на заупокойной службе. В ответ на демонстрации протеста Бонапарт отзывает посла Франции из Петербурга. На другой день после отзыва он провозглашает себя императором. Теперь они ровней – Александр I и Наполеон I. Они еще будут встречаться и награждать друг друга, и называть друг друга братьями, и целоваться. Они ведь великие политики. Но выйдя из этого собора, Александр I знает, что лично для него Наполеон отныне и навсегда главный враг и соперник. Наполеон усугубил вражду смертельным оскорблением. Его ответ на российскую ноту протеста, напечатанный в официальной газете, витиеватый риторический вопрос. Мол, а если бы убийцы Павла I находились в четырех верстах от русской границы, разве их не постарались бы схватить? Это при том, что считается, Павел умер от апоплексического удара. Академик Торле. Более ясно назвать публичной и официально Александра Павловича отца-убийцей было невозможно. Для войны на континенте Англия дает России и Австрии по 3 миллиона фунтов стерлингов. У Александра самые дружеские отношения с королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом и пылкий роман с королевой Луизой. Русский царь едет в Берлин, заключает союз. На прощальном ужине во дворце в Потсдаме Александр вспоминает, что не успел поклониться праху Фридриха Великого. Дед нынешнего короля тот считался военным гением Пруссии. Еще не поздно, воскликает Луиза. Вся эта история кажется списанной из плохого романа какого-нибудь немецкого писателя Мистика. Поздним вечером втроем Александр I, король Фридрих Вильгельм и королева Луиза выходят из Потсдамского дворца, пересекают двор и направляются к могиле Фридриха Великого. Александр благоговейно приближается к месту упокоения того, чьими подвигами восхищались его дед, бабка и отец. Ровно полночь Александр целует каменную плиту, потом трое берутся за руки и клянутся в вечной дружбе и непримиримости к общему врагу, Наполеону. Вдохновленный и уверенный в победе, Александр немедля отправляется в действующую армию. Наполеон стоял на берегу Ла-Манша, ожидая благоприятной для десанта погоды. Над Англией нависла смертельная угроза. Переправься французы через неширокий пролив, и ее участь решена. Английский флот победит в Трафальгарской битве французский, но на суше с Наполеоном англичане не справились бы. В этот критический момент в войну вступает Россия. На запад движется армия под командованием Кутузова. Она должна соединиться с австрийской армией фельдмаршала Мака, чтобы идти дальше вместе, громить Наполеона. Бонапарт бросает свой лагерь на Ла-Манше, он мчится навстречу русским. Англия спасена. Еще до соединения Кутузова с Маком Наполеон успевает окружить австрийскую армию, заставляет ее сложить оружие и входит в Вену. До тех пор австрийская столица никогда не сдавалась к неприятелю. Командующего Мака Наполеон отпускает. Пусть сам все расскажет союзникам. Сизай, ты углубляй Мак. Вы видите несчастного Мака. Теперь окружение угрожает Кутузову. Он вырывается из французских клещей, соединяется с русской резервной армией и хочет отступать дальше. Но к войскам прибыли Александр I и австрийский император Франц I. Они этот план считают трусливым. Решено дать сражение близ городка Аустерлиц. Теперь после распада Австро-Венгрия это чешский Славков. Но название Аустерлиц живет как историческое. В окрестных полях одно из самых страшных русских поражений. Тут все дело в этих холмах, процентских высотах, на которых стояли русские и австрияки. Внизу лежал туман, выше человеческого роста, кавалерию скрывал. И французы, невидимые сверху, подошли вплотную к высотам. Когда по австрийскому плану союзники с высот спустились, французы их тут же захватили. Кутузов предвидел эту ловушку, но он поделать ничего не мог. Он мог только замедлить движение русских полков вниз. Из-за чего случилось его известное препирательство с императором Александром. Ведь мы не на Царицыном лугу, Михаил Ларионович. Где не начинают парады, пока не придут все полки. Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном лугу. Стремительно ворвавшись на высоты, французы громят русских и остатки австрияков по частям. Франц Первый покинул поле боя сразу. Кутузов, оставаясь в войсках, едва не попал в плен. Александр Первый даже пытался остановить бегущих. Император Александр при Аустерлице. Стой, я с вами, я подвергаюсь той же опасности. Но разбежалась даже свита, и Александр ускакал, рыдая. Впервые за сто лет от Нарвы Россия проиграла генеральное сражение. И впервые от петровских же времен армию возглавлял сам царь. После Аустерлица жило поверье, что император на войне – это к несчастью. Всех свидетелей своего позора Александр постарается от себя удалить. Кутузова сошлет губернатором в Киев. Есть два как бы астрономических наблюдения. Солнце Аустерлица – знак победы Наполеона, который тот призывал потом и при Бородине, и при Ватерлоу. И небо Аустерлица, в которое смотрит Андрей Болконский у Толстого в «Войне и мире». Со знаменем в руках, здесь, на Парацентских высотах, где потом поставят этот памятник погибшим, упал раненый князь Андрей Болконский. Он упал навзничь и оттого увидел невиданное им прежде тихое и торжественное высокое небо Аустерлица. Спокойствие неба Аустерлица превращает в злобную суету и это сражение, и всю войну, и вообще все это состязание двух тщеславных императоров друг с другом. Все пустое и все обман, кроме этого бесконечного ясного неба. Вот прекрасная смерть. Князь Андрей понимал, что прекрасная смерть – это сказано о нем. И он слышал, как говорившего называют сир, и понимал, что значит это Наполеон, его кумир. Но это было все равно, потому что князь Андрей продолжал смотреть в бескрайнюю синеву между облаками. Английский премьер Пит от горя сошел с ума и умер. Его затравленный взгляд называли «взглядом Аустерлица». Но Россия не сломлена, а место выбывшей Австрии в очередной антинаполеоновской коалиции занимает Пруссия. На хранительницу мощи и славы Фридрика Великого рассчитывали зря. Пруссия бездарно повторяет судьбу Австрии. За одну неделю Наполеон уничтожает прусские армии и занимает Берлин. Генрих Гейнер. Наполеон дунул на Пруссию, и ее не стало. Король Фридрих Вильгельм бежит на окраину своей страны, в Мемель, нынешнюю Клайпиду, поближе к русской границе. Россия потеряла главного союзника, еще не начав воевать. Компания скоротечена. Всего полгода. Ее развязка в Восточной Пруссии, на территории нынешней Калининградской области. Подобно превращению Кёнигсберга в Калининград, здесь вообще переименованы все города, причем с некоторой исторической двусмысленностью. При Сишейлау место кровопролитной ничьей теперь Багратионовск по имени генерала, прикрывавшего русское отступление. Фридланд, возле которого Наполеон разгромил русских, это теперь Правдинск. И Тильзит, в котором пришлось заключить договор о мире и дружбе с Наполеоном, это теперь Советск. Таким образом, путь из Багратионовска через Правдинск на Советск. И позорный Тильзитский мир, при одном упоминании, о котором, по словам Пушкина, всякий русский должен побледнеть, позорный Тильзитский мир – это, по-нашему, позорный Советский мир. В Тильзите по единственному уцелевшему мосту остатки русской армии переходят на другую сторону Немана. О продолжении войны нечего и думать. Вступив в город и оказавшись на пороге России, Наполеон настаивает на личных переговорах с императором Александром. Решают встретиться точно на демаркационной линии, посередине реки. За ночь французские сатеры сколотили плот и поставили на нем шатер с вензелями Н и А. Французская эпиграмма, переложение Дениса Давыдова. Англии целый флот менее страшен, чем этот плот. Впервые увидев друг друга, императоры точно соревнуются в любезности и быстро договариваются. Александру нужна передышка, Наполеону поддержка в войне с Англией. Все наоборот. Это тогда наполеоновская сторона Немана. Это теперь Российская Федерация, Калининградская область. А та, тогдашняя Российская империя, это теперь заграница, Литва. Но сама граница, она по-прежнему проходит посередине реки, делит мост пополам. И разбить шатер на плоту на Фарватере, наверное, сейчас могут себе позволить только главы двух государств. После русских поражений в Восточной Пруссии случилось то, чего более всего опасался Александр. У Российской империи и Французской империи общая граница. Теперь это может только изумлять. Такой кошмар для Германии и Польши. Общая граница России и Франции. Это как в старом советском анекдоте про будущие мелкие перестрелки на китайско-финляндской границе. Стараниями Александра в переговорах участвует прусский король. Раздавленная, сильно обкорнанная Пруссия служит хоть каким-то противовесом чрезмерному французскому могуществу. Наполеон Александру. Тем, что Пруссия вообще сохранилась, она обязана только вам. Для удобства Наполеон предлагает перенести встречи на сушу. Еще недавно прусский Тильзит он делит на французскую и русскую половины. Улица Мамина, Сибиряка, при Курсаках, Вассерстрассе. Демаркационная линия между французами на этой стороне и русскими на той. Первый пароль для перехода с одной стороны на другую предложил Наполеон. Александр. Россия. Величие. Второй пароль, предложенный Александром, был Наполеон. Франция. Отвага. Отменивались и более внушительными комплиментами. Так, Александр получил орден почетного легиона, а Наполеона удостоили высшей награды России – ордена Андрея Первозванного. Только что за ничью с Наполеоном в битве при Пресише и Лау Андрея Первозванного получил российский главнокомандующий Бениксен. А теперь, по сути, национальным героем России объявили заклятого врага, ставшего заклятым другом. Наполеон, кроме царя, наградил орденом почетного легиона еще четырех русских, но не предложенного ему Бениксена, намекая на участие того в заговоре против Павла Первого. Наполеон позднее в мемуарах. Было противно, что сын просит награду для убийцы своего отца. Александр намек понял, но блестящий лицемер, он, жертвуя самолюбием, продолжает играть роль очарованного гением. Настоящее примирение между ними невозможно, но оба императора делают вид, что верят в прочность своего союза. Улица Гагарина, 6. Сейчас здесь лучший хозяйственный магазин города Советска, а в 1807 году дом занимал император Всероссийский Александр. Фасад сильно перестроен, но двор еще хранит следы былого. Почти каждый день после официальных встреч, парадов и трапез сюда в гости к Александру, часов в 10-11 вечера, приходит Наполеон пешком, один без свита и охраны. Два императора пьют чай, засиживаясь до глубокой ночи. Это беседы с глазу на глаз, ведь российский император говорит по-французски лучше, чем император французский. У Наполеона несносный корсиканский выговор. Содержание этих бесед в истории именуют тильзитскими тайнами. Одно ясно. В 1807 году в этом доме поделили Европу. Россия признает завоевание Наполеона, а его самого императором, и присоединяется к континентальной блокаде Англии. Франция предоставляет России свободу действий в отношении Швеции. Это означает, можно завоевывать Финляндию. Отодвинуть границу от Санкт-Петербурга мечтали давно. А Швеция – самый традиционный соперник на севере. Воюем с ней со времен Александра Невского. После тильзита только шведы не поддерживают блокаду Англии. Король Густав возвращает Александру звезду Андрея Первозванного. Он не желает носить такой же орден, как у Бонапарта. Через сто лет после Полтавы – последняя русско-шведская война. Наполеон Александру Фильзити. Швеция – ваш враг уже в силу географического положения. Пользуясь случаем, Александр объявляет о присоединении к России в Финляндии, восточной и южной частей Шведского королевства. Армия легко переходит границу, неприятель отступает почти без боев. Там впереди – это остров Суоменлинна, по-шведски Свеоборг. Самую крупную крепость шведского королевства русские берут уговорами. С комендантом крепости решили так – если к определенной дате не приходит на помощь шведский флот, то крепость сдается. Флот на подмогу не пришел. Крепость сдалась. С гарнизона взяли честное слово, что они больше не будут участвовать в боевых действиях. И с тем распустили по домам. Блицкрига не вышла. Местные жители уходят в партизаны. На Аланских островах целое восстание. Война растянулась на год с лишним. Самый известный эпизод войны – это, конечно, марш-бросок русских войск по льду Ботнического залива и их вторжение уже, собственно, в Швецию. Хотя были опасения, что лед не выдержит. Но Багратион говорит прибывшему из Петербурга военному министру Аракчееву – «Коли будет приказ – пойдем». Приказ был дан. Генерал Кульнев доходит до Гриссельгама, Барклай Детолли – до Умео. Завидев русских в ста верстах от Стокгольма, шведы просят перемирия. По договору Швеция лишается одной трети своей территории. Россия получает Финляндию вечное владение. В Петербурге сперва роптали, мол, в угоду корсиканцу ополчились на слабого соседа и близкого родственника. Александр и король Густав были женаты на родных сестрах. Но победа заглушает укоры. В бочке телезитского дегтя – ложка финского меда. Король свояк не изложен, император всероссийский теперь еще и великий князь финляндский. Городок Порво. Но русские используют не финские, а шведские названия, которые таким образом достаются от одной метрополии другой метрополии. И в Российской империи Хельсинки называют Гельсингфорсом, а, например, Порво – Борго. Здесь Александр I открывает будущее 108 лет российской истории Финляндии. В этой церкви представители всех сословий собираются на заседание финского сейма. Впервые в истории империи в ее состав входит колония, в политическом отношении явно более продвинутая, чем сама Россия. Речь Александра перед опутатами переводит генерал-губернатор Спрингфорта. Я обещал вам сохранить вашу конституцию, ваши основные законы. Ваше собрание здесь удостоверяет вам мое обещание. Финляндия получает даже больше прав, чем она имела, входя в состав Швеции. Это скорее не права, а привилегии. Великое княжество финляндское освобождено от центральных налогов. Финляндия не поставляет рекрутов в русскую армию. Не служить и не платить станет финским правилом в империи. У алтаря памятник великому князю финляндскому Александру, государю-благодетелю. Англичане – главные торговые партнеры России. И после присоединения Александра к наполеоновской блокаде Англии курс рубля упал на 50%. Ропщит униженная поражениями армия, высшее дворянство возмущено союзом с корсиканским выскочкой. Александру даже намекают на возможность повторения участи отца. Но царь держит удар. Ему нужно выиграть время. Через год после Тильзита Наполеон предлагает новую личную встречу. Александр соглашается. Петербург в ужасе. Недавно Наполеон приглашал на встречу испанских бурбонов и попросту захватил королевскую семью в заложники. Заставил отречься от престола, а испанскую корону отдал своему брату. Вдовствующая императрица Мария Федоровна считает, что ее сына тоже заманивают в западню. Мария Федоровна Александру, вы потеряете вашу империю. Остановитесь, еще есть время. Александр не преклонен. Он едет. Местом встречи ему предложена точка, равноудаленная от Парижа и Петербурга. Ясно, что это будет территория, оккупированная Францией. Но формально предложения вполне корректные. И через захваченные Наполеоном немецкие государства Александр направляется в Эрфурд, столицу Тюриндии. Большой зал Эрфурдского дворца в честь встречи Наполеона и Александра теперь называют императорским. Здесь и сейчас проходят концерты и спектакли. А тогда каждый вечер давал представление специально вызванный из Парижа знаменитый театр комедии Францесс. И императоры обсуждают достоинства хорошеньких актрис. Александр признается, что одна ему очень нравится. Но Наполеон со знанием дела отговаривает своего царственного собрата, рекомендуя тому поберечь не только нравственность, но и здоровье. В Эрфурд прибыли главы покоренных государств, и Наполеон упивается ролью хозяина континента. В Европе у него либо вассалы, либо великий союзник, император всероссийский. Наполеон в письме жене Жозефине о встрече с Александром. Все идет хорошо. Будь он женщиной, я, наверное, влюбился бы в него. Тем временем тайным агентом Александра становится Толейран. Наполеон его выгнал за интриги с поста министра иностранных дел, но оставил советником. Своё предательство знаменитый французский дипломат объясняет стремлением спасти мир от полного наполеоновского порабощения. Потом Толейран станет еще и австрийским осведомителем. И уже не идейным, а платным. Мудрено заставить Александра подписать конвенцию, если Толейран по утрам, по указанию Наполеона, эту самую конвенцию редактирует, а по вечерам объясняет Александру, какие пункты этой самой конвенции для России не выгодны. Наполеона эта неуступчивость Александра просто уводит из себя. Он пытается то уговаривать, то грозить. Вспоминает о своем излюбленном приеме, которому он наводил столько страха на стольких храбрецов. Наполеон изображает приступ гнева. Во время особенно жаркого спора Наполеон вскакивает с места, хватает лежавшую на камине свою знаменитую треуголку, бросает ее на пол и пинает ногой. Александр только улыбнулся. Ну и что? Вы резки, а я упрям. Будем рассуждать или я просто уеду? Подписанная, наконец, конвенция не превращает их союз в боевой. Россия на стороне Франции с оружием в руках так никогда и не выступит. Наполеон надумал основать династию и собирался развестись с Жозефиной, которая по состоянию здоровья не может родить ему наследника. Важно породниться с одной из великих царственных фамилий. Романовы подходят более всего. И в Эрфурте Наполеон пытается выяснить, может ли он жениться на сестре Александра, великой княжне Екатерине Павловне. Видимо, заранее проинформированный Толераном, Александр уклоняется от ответа. Наполеон провожает Александра. Они едут бок о бок верхом, за Эрфуртом спешиваются и еще долго продолжают разговор, прохаживаясь по дороге. Это их последнее свидание. Оба чувствуют непрочность их союза. Гроза 1812 года не за горами. Прощание. Императоры-соперники целуются. Даже потом, когда Александр побратается с императором Австрии и королем Пруссии, историки отметят только сердечные объятья. А тут... Причем французский поцелуй – это просто поочередное касание одной и другой щекой. А тогдашний русский поцелуй, только троекратный, как Христос и Ценапасху. Александр садится в карету. Наполеон стоит здесь, на этой веймарской дороге, ведущей на восток, и смотрит вслед, пока русский кортеж не скроется из виду. Назад в Эрфурт он возвращается до того мрачный, что, как записали свитские, никто не посмел даже приблизиться к императору. В Петербурге сразу после возвращения Александра из Эрфурта поспешно объявляют о помолвке великой княжны Екатерины Павловны с немецким принцем Георгием Альденбургским. Посол Франции в России в донесении Наполеону о сопернике. Принц безобразен, жалок, весь в прыщах. Когда-то молодым артиллеристом Бонапарт ведь собирался служить в России. Удержало только то, что иностранных офицеров в русскую армию брали с потерей одного чина. В стремлении взять в жену русскую царевну Наполеон более настойчив. Дворец в Павловске под Санкт-Петербургом. Резиденция вдовствующей императрицы Марии Федоровны, императрицы матери. На ее мнение зимой 1809-10 годов ссылается Александр I, когда Наполеон просит руки другой сестры русского царя Анны Павловны. Александр говорит, что если бы решение зависело только от него, он бы сказал да, не выходя из своего кабинета, но судьбами сестер занимается мать, нужно получить решение Марии Федоровны, на это потребуется 10 дней. Ответ, правда, дадут через 40 дней. Его, несомненно, Мария Федоровна и Александр составляли вместе. Мария Федоровна согласна на брак, но поскольку великой княжне Анне лишь 15 лет, свадьбу следует отложить на 2 года. Русские дают согласие, которое равносильно отказу. Субтитры создавал DimaTorzok Кильзитский мир, Кильзитский мир рассорил Александра с аристократическим кружком его друзей-младореформаторов. Ближайшим сотрудником императора, а потом на короткий срок даже вторым человеком в стране становится сын сельского священника из Владимирской губернии Михаил Спиранский. Административный гений, он определяет структуру учреждаемых министерств, составляет первый русский план разделения ветвей власти и выборного представительства вплоть до Государственной Думы и предлагает высший совещательно-распорядительный орган Государственный Совет. Спиранский, автор обоих этих названий, вышла вроде бы конституционная монархия, однако без конституции. Спиранский. Облечь правление всеми внешними формами закона, оставив ту же силу и то же пространство самодержавия. Учредили только Государственный Совет, и Спиранский стал первым нашим государственным секретарем. Он же зимой 1810 года впервые в русской истории прибегает к шоковой экономической терапии. Рекордный дефицит госбюджета, расстроенные финансы за бумажный рубль давали 25 копеек серебром. Спиранский лечит, снижая расходы, остановив эмиссию и повысив акциз на водку. Поступления в бюджет вырастают более чем вдвое. Страна избежала дефолта и получила средства на подготовку к войне. Наполеон предлагал Александру за Спиранского одно из завоеванных королевств. Но кто любит шоковых терапевтов в своем отечестве? Спиранского считают изменником, к тому же госсекретарь не таит своего скептического отношения к личным качествам государя. Этот дом сильно перестроен. Здесь жил Спиранский и здесь прервалась карьера ярчайшего светила русской бюрократии. Не застав Спиранского дома, Фельдъегер разыскивает его в гостях, срочный на 8 часов вечера вызов в зимний. При встрече император подробно говорит про частные проблемы и ни слова про измену и про меру наказания за нее. Совсем поздно Спиранский возвращается домой, здесь его ожидает министр полиции Балашов с царским предписанием немедленно отправляться в ссылку. Кибитка уже стоит на готове. Дома все спят, Спиранский лишь пишет записку родным и уезжает. Будет жить в Нижнем Новгороде, потом в Перми. Ссылка не окажется долгой. Спиранского простят по амнистии в честь победы. Но в первую половину Александровского царствования новации на самых окраинах империи были даже поразительнее прожектов великого реформатора в ее центре. Вполне в духе Екатерининской реставрации Александр вернул основанному при бабке городу Одессе торговые привилегии, отобранные императором Павлом. Основателя города Дерибаса сменил его строитель герцог Ришелье. Угол Дерибасовской и Ришельевской в самых хулиганских перекрестках полюс Блататы. Дюк Ришелье бежал от великих ужасов Великой Французской революции. В России его впервые в истории назначили особым городским администратором, одесским градоначальником. И на этом посту, тоже впервые в российской истории, Ришелье демонстрирует благотворность снижения налогов. Ты возьми поменьше, и оно само придет побольше. Ослабление времени мгновенно порождает торговый бум, и уже к 1805 году по числу прибывших кораблей совсем молодой Одесский порт сравняется с Санкт-Петербургским, отметившим свое столетие. Юг России торгует через Одессу. Главная статья экспорта – пшеница. Десятая часть таможенных пошлин оставляется на благоустройство, и после Петербурга Одесса – второй регулярный город империи. Ришелье строит собор, лазарец, театр, расширяет порт до трех гаваней, знаменитым бронзовым дюком, легендарный градоначальник и сейчас смотрит на деяния рук своих. Дюк Ришелье не будем слишком регулировать, ведь мы стоим на почве новой. Единственная сохранившаяся стена, построенного при Ришелье одесского карантина. В порту еще жив карантинный молн, но он сильно перестроен. Все грузы, всех судов, прибывавших в Одессу, проходили санитарный контроль и за исключением самых нежных товаров, вроде рыбы и устриц выдерживали карантин, потому что большинство судов в Одессу пребывали через Стамбул, известные своими чумными эпидемиями. То же самое люди. Всех больных прямо с борта отправляли в карантин. Здесь за стеной карантина обычно жило человек 100-120. Тех несчастных, кто добравшись до Одессы, но не успев стать одесситом, в карантине умирал, хоронили тут же возле стены. И это самое первое одесское кладбище. Мы не садами, не шевченко. Как у одесского классика наших дней, новые деревья на месте старых могил о чем-то задумчиво молчат. Карантины не спасают. Самая страшная эпидемия чумы унесла четверть населения Одессы, но торговому буму все ни по чем. Преемник Ришелье, тоже француз на русской службе, граф Лонжерон, получит от Александра Первого манифест об учреждении в Одессе режима беспошлиной торговли Порто-Франко. Так создается первая в истории России свободная экономическая зона. Вокруг Одессы таможенная черта, пересечь которую можно через две сухопутных таможни. Одна Херсонская в предместе Пересыпь, а другая Тираспольская здесь, на одноименной улица. Вот тут ров таможенной черты, теперь это улица Старо-Порто-Франковская. И все, что здесь, вот включая торговлю семечками, это стихия товарно-денежных отношений, тут граница свободной экономики, а туда дальше на тысячи и тысячи верст страна с крайне стесненной деловой инициативой. Так будет продолжаться с малыми перерывами 30 лет и приведет к процветанию этого края, а Одессу к положению первого русского города после столичных. Пышная Одесса в путешествии Онегина это времена Порто-Франко. Пушкин. Там все Европой дышит, веет, все блещет югом и пестреет разнообразностью живой. У заветной черты Одесской товарной вольницы орудуют контрабандисты. Видимо, самая хитрая уловка перегон через таможню стада овец, под шерстью которых внизу были спрятаны бельгийские кружева. В начале девятнадцатого века российско-американская компания крупнейшая в мире наряду с Ост-Инской. Главное правление в петербургском особняке на набережной Мойки. Кондратий Рылеев один из пяти казненных декабристов до своего участия в заговоре имел тут ведомственную жилплощадь. Кондратий Рылеев до восстания декабристов топ-менеджер. Он управляющий канцелярией и держатель акций компании. Акционерами российско-американской компании получают дивиденды были и император Александр Первый и вдовствующая императрица Мария Федоровна. Акции хранятся в архиве МИДа. Это искусно сделанная копия. Использовать оригинал мы на съемках бы не посмели. Вот самые ценные наши ценные бумаги. Ни до, ни после отечественная компания не будет крупнейшей в мире. Российско-американская компания это и есть русская Америка. Теперешний штат Аляска. Огромная заокеанская колония существовала как частная корпорация. Основа бизнеса все та же драгоценный мех колонов. Колоны морские бобры на самом-то деле океанские. У нас еще их называли камчатские бобры. Главный мех самой северной в истории империи в период наивысшего ее рассвета. Ценится за блеск и густоту. Представьте здесь больше 100 тысяч волосков на 1 квадратный сантиметр. Мех сугубо мужской идет на шубы и воротники. Когда в Евгении Онегине морозной пылью серебрится его бобровый воротник, имеется в виду конечно морские бобры, речные ценились гораздо ниже. Энциклопедический лексикон статья Каланы. Лучшие меха имеют серебристый отлив, будто подернуты легким инеем. На Аляске нет русской администрации, вообще госучреждений. Всем управляет компания. Она содержит воинские гарнизоны, снаряжает экспедиции, в том числе первое русское кругосветное путешествие Крузенштерна. Все это плата за меховую монополию. Где аляскинская штаб-квартира российско-американской компании, там и столица владения империи. Городок Ситка бывшая столица русской Аляски. Городок переименован. Раньше он назывался Новоархангельском. Городок находится на довольно большом Тихоокеанском острове, который почему-то остался не переименованным. До сих пор называется остров Баранова. Да, Баранов Island USA. Даже на картах как-то странновато читать. Остров Баранова в скобках США. Александр Баранов купец из Каргополя. Почти 30 лет управляющий компанией на Аляске. А значит и правитель Русской Америки. Его иногда называют губернатором. На острове Баранова есть и улица Баранова, и отель Баранов, хотя поначалу взаимоотношения русских и аборигенов не складывались. Здесь место самого ожесточенного сражения индейцев с русскими бледнолицыми собаками. Там на поляне в память о нем стоит тотемный столб. Воспользовавшись отсутствием Баранова, индейцы напали на русское поселение и перебили всех его жителей. На этой поляне они поставили свой форт. Баранов вернулся, там в заливе у него стоял фрегат Нева. Но вместо того, чтобы сходу штурмовать форт, как это ожидалось. Баранов устроил его регулярную осаду. И индейцы, незнакомые с такой тактикой, не выдержали напряженного ожидания и бежали. После этого мир. Компания содержит духовную миссию и индейцы массово принимают православие. Здесь до сих пор крупнейшая церковь русская. Баранов женился на крещенной дочери индейского вождя. Николай Рязанов о Баранове. Имя его громко до Калифорнии. Бостонцы почитают его и уважают, а американцы из самых дальних мест предлагают свою дружбу. Бостонцами тогда называли белых американцев, а американцами коренных индейцев. Николай Рязанов был начальником первого русского кругосветного плавания и соучредителем российско-американской компании. Прибыв на Аляску, он из Новоархангельска отправляется в Калифорнию договариваться о поставках продовольствия. В Русской Америке свой хлеб не вызревает. Это деловое путешествие туда на корабле Юнона, потом в Россию на корабле Авось душесчипательнейшая история в Америке известная по роману Этертон А у нас по спектаклю театра Ленком Юнона и Авось. Это Адемиралдейство и Биржа. Калифорния тогда колония Испании. Сан-Франциско у Рязанова роман с дочерью коменданта Концепцией Аргуэльо. В ленкомовском спектакле ее называют Кончитово. Сан-Франциско и Биржа и Биржа и Биржа и Биржа и Биржа Там океан, а здесь, закрывая вход из океана в залив, стоял форт испанского коменданта. Здесь, на месте позже построенной крепости, еще более позднего знаменитого моста Голденгейт. Здесь, в 1806 году, гостит действительный статский советник Николай Рязанов. По собственному выражению, ежедневно куртизируя гешпанскую красавицу. Ему 42, ей 15, он первый русский в Калифорнии, она первая невеста края. Их обручают, несмотря на разную веру. Теперь их история любви – роспись в межконфессиональном храме Сан-Франциско. Концепция ждет разрешения Папы Римского на брак с православным, Рязанов везет продовольствие на Аляску и спешит в Петербург, дабы, покончив с делами, вернуться к невесте. Но встретиться им больше не суждено, а Сан-Франциско считается самым романтическим городом Америки. «Сан-Франциско» 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 и похоронено и похоронено здесь, неподалеку от Сан-Франциско на кладбище ордена доминиканцев. В память о полувековой верности русскому жениху у ее могилы эти флаги российский государственный, флаг штата Калифорния, Андреевский, российский морской и флаг российско-американской компании, управляющим которой был действительный статский советник Рязанов. Местные краеведы недавно ездили в Красноярск, привезли землю с могилы Рязанова, подсыпали в могилу Концепсии. Сметливый колонизатор Рязанов успел спланировать захват незанятых земель к северу от Сан-Франциско и даже составил доклад, но Петербургу не до того, Баранов, начальник Аляски, снаряжает экспедицию самостоятельно. На Калифорнийском побережье основывают форт Рос. Название форта Рос это как сейчас россиянин. Был знаменитый военный марш 18 века гром победы раздавайся веселиться храбрый Рос. Такие остроги храбрые Росы 200 лет назад ставили и на Чукотке, и на Дальнем Востоке, и на Охотском море, и на Аляске. Форт Рос может единственный сохранившийся, ну, конечно, несколько подновленный американцами, это и их история, все-таки одно из старейших сооружений Калифорнии. на стенах стояли 12 пушек, чужим кораблям вход в бухту заказан, для промысла каланов с собой из севера привезли охотников-элеутов, но те в сосновых избах жить не хотят, ставят свои чумы. Форт Рос военно-административное поселение, он русский центр в Калифорнии, прикрывает земли, занимаемые в глубине континента. Из инвентаря российско-американской компании. В Калифорнии обещают не только прокормить колонии, но Камчатку и Охотск снабдить. Рашин Ривер, русская река, она течет в 20 верстах от форта Рос. Русские поселенцы первоцелинники называли ее славянкой. Здесь они основывают свои ранчо. А как еще можно назвать калифорнийские сельхозугодья? Здесь круглогодичное пастбищное содержание скота. Здесь пшеница успевает в году вырасти два урожая. Ее сеют в мае и вот сейчас в декабре. Отсюда поставляют продовольствие на Аляску. Это речная долина, главная житница Русской Америки. Руководство российско-американской компании Рьяно ратует за расширение калифорнийских владений. Рылеев будет даже предлагать в скудно и малоземельных русских губерниях выкупать крепостных и заселять ими Калифорнию. Но и тогда бизнес не должен был вмешиваться в политику. Александр Первый в ответ на предложение российско-американской компании. Строжайший выговор не выходить из границ купеческого сословия. Россия всегда будет слишком занята Европой, чтобы доходили руки до Америки. Ведь и свою группу захвата Калифорнии Баранов отправлял с Аляски в 1812 году. Смотрите в следующей серии Российская империя Александр Первый окончание Первая из всего двух отечественных войн День Бородина сдачи Москвы первые партизаны переправа через Березину Пир победителей в Париже Устрицы и Шампанское последний русский верстовой столб времен оккупации Франции Александр глава Священного Союза в России царство Польское и военные поселения Рокчеева Начало Кавказской войны самой долгой в истории империи село Ирак родина Казавата Ампир имперский стиль в творениях Россия и в антикварных комиссионках Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге Тайна смерти Александра или второй жизни старцем Федором Кузьмичом Российская империя на НТВ завтра в 19.55 Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok